В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Кирпич прочнее асфальта. Горожане ремонтируют дороги в Рязани собственными методами. Море по колено. В одном из рязанских домов жителям приходится мириться с потопом в подвале. Российская дрифт-серия в Рязани. О лучших гонщиках и радости болельщиков в нашем материале. Новость с рязанских дорог. Несмотря на то, что в нашем городе с каждым годом ямочный ремонт пытаются совершенствовать, реальная ситуация плачевна. Выяснилось, что жители микрорайона Приокский латают ямы на дорогах с помощью строительного мусора. О странных событиях, происходящих в нашем городе, расскажет Валерий Седов. В каждом городе нашей необъятной родины с ямами на дорогах борются по-своему. В Екатеринбурге, например, дыры в асфальте засыпают мешками с мелочью. В республике Коме их и вовсе похоронили. Теперь на дорожном полотне стоят деревянные кресты. Обычно на такие ямы обращают внимание только жители близлежащих домов. В нашем же городе жители дома 12, корпус 1 по улице Дачная, решили бороться с плохим асфальтом по-своему. Они использовали строительные кирпичи, чтобы заделать все ямы в своем дворе. Сами жильцы заявляют, эти ямы здесь уже больше трех лет. И управляющая компания ничего не делает. Лет пять уже. И не ремонтируют во дворах что-то у нас. Здесь не знаю почему. Делали на той стороне только. И то, может, год-два-три назад. Потом они опять расцепились, больше после этого ничего не делали. Раньше было Шаков, МОСНР, и они что-то делали. А сейчас как передали это до управления. Тут вот яма, там яма, там яма. Едешь как на танке. Вот как бы никто с этим не борется и всем как бы наплевать, грубо говоря. Размеры дворовых ям поражают. От края до края они около четырех с половиной метров. Длина сравнима с длиной легкового автомобиля. А глубина у них 5-6 сантиметров. Эти ямы мешают не только автомобилистам. Например, люди бросают мусор мимо контейнеров, так как нет возможности просто подойти к ним. А в темное время суток от такие ямы можно споткнуться и получить травму. За долгое время местные жители научились их обходить. А автомобилисты по старой памяти по-прежнему объезжают даже заделанные кирпичом. К сожалению, такой ремонт ям чаще всего временный. Щебенку и кирпичи начинают вымывать с первым же дождем. И в скором времени они и вовсе начинают больше вредить, нежели помогать. Поэтому такие дыры на асфальте требуют правильного вмешательства. Но как его добиться, если управляющая компания не реагирует на просьбы жильцов? Нужно предъявлять требования той организации, которая регулярно принимает платежи за содержание жилья. В данной квитанции, которую получаете ежемесячно, указано на звание данной этой организации. Вы пишете претензию, что вот там-то, там-то имеются вот такие-то недостатки дорожного покрытия или тротуара, которые могут привести к травмам. Предлагаем в досудебном порядке устранить данные недостатки. В заявлении можно указать срок. Например, недели вполне хватит, чтобы управляющая компания отреагировала и засыпала дворовые ямы. Если же этого не происходит, то дело вполне реально довести до суда. Конечно, можно и продолжать засыпать ямы своими силами, ведь Гражданский кодекс этого не запрещает. Но хочется верить, что рязанцам не придется идти на такие крайние меры, чтобы обеспечить себе комфортные условия для проживания в нашем городе. Кирпичи с этой стены не в первый день падают на асфальт. Их тут же стараются убирать, но не проходит и дня, чтобы все не осыпалось вновь. Прохожие стараются обходить эту стену стороной, в избежание каких-либо опасных ситуаций. Штукатурка на этом заборе осыпается с такой же пугающей чистотой. Конечно же, сохранились и приличные участки. На них каменная кладка все еще держится, а штукатурка лишь потрескалась. Но если шагнуть влево или вправо, то перед глазами предстает настоящий постапокалиптический пейзаж. Местами забор обвалился настолько сильно, что можно увидеть голую решетку. На самом верху растут маленькие березки, которые наверняка пустили свои корни в эту хлипкую конструкцию. А дыры в самом заборе поражают. Местами кирпичная кладка отходит настолько сильно, что через нее можно смотреть насквозь. Этот забор уже не в первый раз привлекал внимание местных жителей. Не обошлись стороной эту проблему и директора ближайших спорткомплексов. Так, на пресс-конференции аж с 2013 года директор Зюшор Олимпиец признал, что ограждение находится в ужасном состоянии и портит прекрасный вид стадиона. Он добавил, что без бюджетной поддержки спортшкола в этом вопросе не справится. И выразил надежду на принятие рязанским правительством соответствующего решения. Спустя три года ситуация повторилась. Администрация детской спортивной школы Олимпиец подала заявку в региональный Минстрой на реконструкцию забора стадиона «Спартак» вдоль улицы Маяковского. Руководство Олимпийца своим заявлением попыталось войти в госпрограмму Рязанской области под названием «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах». Если бы заявку одобрили, то Минстрой должен был выделить из бюджета деньги на реконструкцию. Прошел целый год, но забор по-прежнему находится в ужасном состоянии. И лишь время покажет, что будет с ним дальше. Жители многоэтажки в центре Рязани покидают дом из-за подтопления в подвале. В чем причина в протекающих канализационных трубах или залегании грунтовых вод, до сих пор неизвестно. Хотя проблемы существуют уже не первый год. Своими силами и средствами жильцам не справятся. А в программу капитального ремонта дом не попадает. Тем временем жильцы намерены организовать обращение к президенту. Итальянцы обожают театральный жест, даже о своих бедах и проблемах говорят темпераментно и со множеством восклицательных знаков. Особенно, когда речь заходит о Венеции, городе, который уже много веков ведет борьбу с морем, рискуя окончательно погрузиться в морскую пучину из-за проседания грунта и частых приливов, которые венецианцы называют «аквальтом», что в переводе значит «высокая вода». С проблемой высокой воды и разрушением фундамента столкнулись не только венецианцы, но и жители Рязани, которые сегодня также эмоционально могут рассказать о своей беде. Дом по улице Есенина стоит буквально на воде. Но если Венеция – это красиво, то здесь люди задыхаются от запахов стоков, нашествия комаров и постоянной влажности в квартирах. В подвале дома уже не первый год стоит вода. Ну вот у нас трещины в стенах, сырость, холодно все время, потому что постоянно вода. Вы представляете, влажность какая? Запах от гниющего мусора, вода, в которой процветает жизнь, личинки и прочие водные насекомые, влажные стены и полчища комаров. Эта картина, кроме отвращения, вызывает недоумение. Откуда в подвале скапливается столько воды? Дому нашему с 58-го года он эксплуатируется. Ни разу капремонта не было в подвале. Вы представляете, что это такое? И поэтому там источные и канализационные. Но все говорят, что это грунтовые воды. Но ведь грунтовые воды тоже надо убирать. Выход из ситуации есть. Откачать в очередной раз воду из подвала, а затем забетонировать его. Все упирается в деньги. У жильцов дома их нет, а капитальный ремонт подвала не запланирован. Завтра здесь ждут комиссию и жилищную инспекцию. Какой вынесут вердикт эксперты, узнаем уже скоро. Насколько скоро за выводами последуют действия, неизвестно. Но, как гласит пословица, вода камень точит. Стены этого дома из-за высокой влажности уже начали трескаться. Отголоски лихих 90-х, оказывается, можно обнаружить глубоко под землей. Рязанские полицейские изъяли автомат, который, по всей видимости, пролежал в земле не одно десятилетие. Информация об этой необычной находке появилась на сайте ОМВД России по Рязанской области сегодня утром. Обо всем, что известно, к этому моменту расскажем далее. Автомат Калашникова. Вот такой весьма неожиданный артефакт поджидал сотрудников ремонтной организации, проводивших земляные работы на улице Синой. О находке тут же сообщили в отдел МВД России по советскому району города Рязани. К указанному адресу без промедления выехала следственная оперативная группа полиции. Как выяснилось, автомат обнаружили на глубине полтора метра. Под фундаментом дома сотрудники ремонтной организации, которые проводили земляные работы с целью ремонта электрокабеля. Оружие оказалось сильными следами коррозии. Патроны в магазине отсутствовали. Согласно проведенной экспертизе, находка является автоматом системы АКС-74У калибра 5,45 мм. По имеющейся информации, автомат мог пролежать в земле более 20 лет. В настоящее время, по данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. Утро сегодняшнего дня началось серьезная авария. На московском шоссе произошло столкновение двух иномарок. О причинах и последствиях ДТП в следующем материале. Утром внимание водителей, проезжавших по московскому шоссе, было приковано к перевернутой БМВ на обочине дороги. Иномарка оказалась там в результате аварии, которая произошла в половину седьмого утра в районе остановки таможня. По информации пресс-службы ГИБДД, вторым участником ДТП стал автомобиль марки Hyundai Solaris. В результате произошедшего столкновения иномарок, БМВ перевернулась на крышу и таким образом проехала еще около десятка метров. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь. Водитель БМВ с места ДТП скрылся. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности. Сотрудники госавтоинспекции совместно с учащимися Рязанского филиала Московского университета МВД продолжают работать с детьми. На этот раз они совместно выдвинулись в один из детских лагерей, чтобы устроить ребятам проверку на предмет знания правил дорожного движения. Лесная, веселая, озорная, победим любого раз и готово! Проехать на самокате, не избив ни одной фишки, и передвигаться, пристегивая ремни безопасности. Сотрудники ГИБДД проверили, насколько хорошо дети знают правила дорожного движения. Они подготовили и провели для отдыхающих детского оздоровительного лагеря «Звездный» игру по станциям. На данной точке мы, значит, отвечаем на вопросы, отвечаем правильно, получаем фишки, вы правила знаете все. Итак, поехали. Тихо ехать нас обяжут, поворот вблизи покажут и напомнят, что и как, вам в пути. Правильно, кто сказал первый? Для проведения мероприятия лагерь был выбран не случайно, ведь здесь отдыхают наиболее уязвимые участники дорожного движения. Если крохи обычно переходят дорогу вместе с родителями, а молодежь уже уверена в своих силах, то дети в возрасте от 8 до 11 лет еще не успели получить устойчивые навыки для безопасного поведения на дороге. Однако знания ребят приятно удивили сотрудников ДПС. Я выяснила, какие знаки дорожные появились, ну, новые есть. Я узнала, как надо себя вести на дороге, вот, как нужно правильно ездить на замокате. Вспомнил все дорожные знаки, я, то есть, их уже знал, а сейчас мне и напомнили. Мне кажется, такие вот в лагерях мероприятия, они помогают напомнить, что вот такие правила есть, чтобы придерживаться на летних каникулах. Сами станции мне очень понравились, а из что-то нового я узнала про правила регулирования и новые дорожные знаки. Такой формат общения с детьми инспекторы ДПС используют впервые. Он оказался полезен не только участникам, но и организаторам. Дело в том, что готовить станции и каверзные вопросы сотрудникам ГАИ помогали слушатели университета МВД, которые сами скоро встанут на стражу порядка. Совместная работа быстро принесла плоды. Шумные активные дети легко усваивают новое и вспоминают забытое. С детьми работать довольно интересно, потому что они довольно активные, постоянно болеют за своих товарищей очень сильно. Они очень активные, пытаются ответить бурно на все вопросы и много кто тянет руку. Неожиданные вопросы можно от них услышать. Дети есть дети, они всегда непредсказуемые. Но в целом, допустим, по сегодняшнему дню могу сказать, что дети на все вопросы очень хорошо отвечали, достаточно осведомлены в теме безопасности дорожного движения. Эта игра по станциям – лишь первая ласточка, которая открыла летний сезон. Совсем скоро подобные мероприятия пройдут и в других лагерях Рязанской области. Чтобы польза от общения с инспекторами ДПС сохранилась надолго, все дети получили в подарок световозвращающие элементы. А как их использовать, подростки уже знают. Компьютерные игры и фильмы о гонках – это то, что покоряет сердца людей. Но куда лучше – ощутить выброс адреналина в реальности или оказаться в нескольких метрах от дымящихся колес. Почувствовать настоящий андеграунд удалось всем, кто прошедшие выходные провел на автодроме Атрон. Это место превратилось в сказочный мир настоящих гонок, заносов, сженой резины. Там прошел третий этап российской дрифт-серии. Настроение всех присутствовавших на автодроме Атрон объединилось в общий поток азарта, радости и гармонии. Зрители заняли все трибуны. Они наслаждались профессионализмом любимых гонщиков, которые с удовольствием дают рекомендации начинающим автоспортсменам. Это на самом деле не сложно, это просто весело. То есть вы должны это воспринимать не как какую-то сложную тренировку, как вы в качалку пришли. Качки, они почему большие, да, и крутые многие. Они не потому что ставят себе задачу сейчас, а как раскачать. Они просто по кайфу приходят, им нравится получать результат от процесса. И мы также получаем результат всего лишь от процесса. И когда вы поймете, что это развлекалово, у вас само все пойдет. Усилий прикладывать не придется. Аркадий Цариградцев – один из лучших дрифтеров страны. В перерыве между парными заездами в течение двух часов не отдыхает ни минуты. Его атакуют болельщики, желая взять автограф, пообщаться или вместе сфотографироваться. Дрифт – это то направление автоспорта, где фанаты гонщиков ведут себя наиболее активно. Вы там мне нарисовали, да, плакат ребят из Санкт-Петербурга. За меня болеет очень приятно. Классно. Прям активные болельщики в этом направлении. Да, очень. У меня вообще очень много, оказывается, болельщиков. Очень много людей сегодня расстроится, когда я пустую Дамиру. Екатерина Набойченко – единственная девушка, прошедшая в ТОП-32, где между собой в парных заездах соревновались 32 лучших дрифтера. В первой же гонке она выступала с будущим финалистом третьего этапа Дамиром Идеятулиным. Девушка проиграла ему, а Дамир в итоге, дойдя до финала, занял второе место. Парные заезды проходят в два этапа. Сначала один гонщик оказывается впереди, и рядом с ним, как примагниченный, едет его соперник. Чем ближе, тем лучше. Чем точнее повторяет движение первого, тем больше баллов получит. Во втором заезде гонщики меняются местами. Обгонять соперника нельзя. Врезаться в стены не нужно. Необходимо показать максимальные навыки владения автомобилем и ситуации в целом. Чтобы и гости соревнований, а точнее зрители, смогли сами почувствовать наслаждение от дрифта, для них во время соревнований работала дрифт-такси, где мы сами решили прокатиться. Совершенно не болтает в машине. Очень плотно сидишь, прям очень удобно. Только голова немножечко напрягается. Внутри уже становится жарко. Снизу она как будто бы прям греется. Супер всем рекомендую прям то, что надо. За рулем дрифт-такси профессиональные гонщики, в этом сезоне отказавшиеся от участия в чемпионате. Следующий этап российской дрифт-серии состоится в Сочи 7 и 8 июля. А в Рязань чемпионат вернется уже совсем скоро. Пятый этап состоится на автоспортивном комплексе «Атрон» 28 и 29 июля. И прокатиться в дрифт-такси, а также выйти на трек «Атрона» сможет каждый, кто посетит это чудесное мероприятие. В этом же этапе первое место занял Илья Федоров из Красноярска. Его победа оказалась безоговорочной, поскольку в финале его соперника Дамира развернула, что недопустимо для дрифта. Посмотрим, что будет дальше. Праздничные мероприятия ко Дню России прошли не только на главных площадках города. Сюрприз ждал и жителей Московского района. Аптека на Пирогово в честь одного из самых важных отечественных праздников и своего открытия подарила горожанам увлекательную интерактивную программу для детей и патриотический концерт. Знаете ли вы, что первая русская аптека открылась при Иване Гроздом, а в Америке долгое время кетчуп использовали против облысения? Эти и другие интересные факты узнали жители Московского района. Праздник для взрослых и детей в честь Дня независимости России и своего открытия организовала аптека на Пирогово. Батутный городок, сладкая вата и аквагрим, концерт и конкурс рисунков. Занятие по душе нашел каждый. Очень нравится! Очень весело! Все классно они устроили! Медведь, Маша, это интересно детям? Весело! Здорово! Вот им вот самая радость! День не зря, сейчас набегаются! Почти тысяча человек пришли на праздник. Программа оказалась настолько насыщенной, что бегать, танцевать и веселиться ребята смогли больше двух часов. А после детского праздника родители смогли насладиться патриотическим концертом. Прозвучали советские, народные и эстрадные песни. Отдельным сюрпризом вечера стали дисконтные карты в новую аптеку, которые можно было оформить прямо на празднике. Только сегодня мы сделали выпуск дисконтных карт с 7% скидкой. На самом деле их получалось очень гигантское количество. Вот прям нам очень это приятно, что у нас есть те люди, которым мы можем помочь. В течение месяца все, кто заполнил анкеты, получат собственную дисконтную карточку. Помимо бонусов, она дает возможность бесплатной доставки лекарств на дом. Очень долго, кстати, ждали. Ходили, смотрели, когда откроется. Потому что здесь вот в районе, но это только ближе туда вот идти, если. А так нет больше ничего. Очень приятно, когда мы можем прийти, узнать новую аптеку и узнать о ее ценах. И цены достаточно, я думаю, лояльны по сравнению с нашей жизнью. По необходимости будем пользоваться. Конечно, хотелось бы, чтобы она не поменьше пригодилась. Аптека находится по адресу улицы Пирогова, дом 8. Она работает круглосуточно. Здесь вы всегда найдете необходимые препараты и квалифицированный совет, которые помогут вам поправиться и продолжать радоваться лету. Разговоры о строительстве в Рязани надземного метро продолжаются на протяжении нескольких лет. Один из предложенных проектов подразумевает бесплатный проезд для пассажиров, а окупаемость может быть осуществлена благодаря рекламе в вагонах и на станциях. О том, как жители Рязани относятся к идее появления надземного метро, смотрите далее. Стоит сказать, что сбор подписей для проведения общегородского референдума на тему создания метро уже стартовал. Рязань не такой большой город, я думаю, наверное, не нужен. Не знаю. Ну да. Предполагаю, что да. Не нужный, я считаю. Рязань небольшая. И хватает транспорта такого. Не нужно. Потому что такой маленький город, где пешком лучше походить. Нет, наверное, город небольшой, зачем метро. Достаточно транспорта. Ну, чтобы быстрее передвигаться. Школу, например. Потому что я живу далеко от школы. И метро поможет быстрее передвигаться. Ну, у нас маленький город, зачем нам метро. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Не теряйте надежду на теплое лето. Она обязательно придет. До встречи. Ипотека 7,4%. Ипотека 7,4%. Как? 7,4%? Да. Всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Программа «Техно-Монолит».